Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас переиздание видео 10 фактов о грудных мышцах. В нем мы будем рассматривать особенности их тренировок, биомеханики и анатомии. Сделать это переиздание я решил по нескольким причинам. Во-первых, у меня появился больший доступ к полезной наглядной информации по биомеханике, которую я уверен вам будет интересно увидеть. Во-вторых, я прислушивался к вашим комментариям, то есть той информации и пожеланиям, которые вы оставляли под видео. И в-третьих, я постарался наполнить видео еще большим количеством полезной, ясной и наглядной информации. И все это в сумме, я думаю, сделает видео очень полезным. И та информация, то есть применение ее на практике, которую мы сегодня узнаем, позволит двигаться к своим целям еще быстрее. Итак, грудные мышцы, 10 фактов, начинаем! Анатомия большой грудной мышцы. Мышцы груди – это одна из больших мышечных групп человека, а конкретно третья по величине после ног и спины. Она расположена на наружной поверхности грудного отдела. По своей структуре имеет форму веера и состоит из трех основных мышечных пучков, которые, как правило, условно называют верхним, средним и нижним. Мы рассматриваем большую мышцу груди, которая имеет мощную мышечную структуру, занимает большую часть грудной клетки и формирует объем грудных мышц. В целом, мышцы груди уникальны по своей физиологии, потому что имеют расположение по разным направлениям. Функции грудных мышц. Функции грудных мышц – это приведение руки к корпусу, которое сначала мы рассматриваем в горизонтальной плоскости, внутреннее вращение плеча, приведение руки, которое теперь мы рассматриваем в движении сверху вниз, вместе с дельтами участвует в подъеме рук и осуществляет помощь в приведении руки сверху вниз перед собой. Распространенные ошибки. При тренировке грудных мышц, как правило, встречается несколько распространенных ошибок. Мы рассмотрим три из них. Первая частая ошибка встречается в жиме гантелей лежа. Это ситуация, когда локоть опущен значительно ниже параллели плечевой кости с полом. Такая позиция будет травмоопасной для плечевого сустава. Как правило, рекомендуется в нижней позиции опускать локти только немного ниже уровня плеч, избегая крайнего диапазона движения. Такая форма выполнения будет оптимальным соотношением эффективности и безопасности. Вторая частая ошибка аналогична первой, но уже в разведении гантелей и имеет свой нюанс. Помимо особенностей, которые мы уже обсудили, касаемо правильного уровня, до которого нужно опускать локти, часто ситуация усугубляется еще и тем, что человек держит руки полностью выпрямленными в локтях. Это создает слишком сильную нагрузку на связки и при использовании избыточного веса может приводить к травмам локтевого сустава. Третья частая ошибка – это использование моста в жиме лежа, если наша цель – увеличение объема грудных мышц, а не подъем максимального веса. Использование такого прогиба позвоночника в поясничном отделе будет способствовать перенесению большого количества нагрузки на низ грудных мышц и трицепсы. Соответственно, вес пожать легче, потому что работает больше мышечных групп. Но такая форма выполнения упражнения будет препятствовать максимальному вовлечению грудных мышц в работу, что необходимо для их роста. Поэтому в жиме лежа, если наша цель – увеличение объема грудных мышц, необходимо прижать поясницу и ягодицы к скамье. Кстати говоря, очень просто это сделать, поставив стопы прямо на край скамьи. Расширение грудной клетки. Расширение грудной клетки является эффективной методикой не только увеличения ширины груди, но и потенциала увеличения объема грудных мышц. Невозможно нарастить объемные грудные мышцы на маленьком костяке, но костяк можно увеличить. Существуют споры насчет того, возможно ли увеличить ширину груди после 25 лет, когда уже закрыты зоны роста костей. Ученые говорят, что нет, практики говорят, что да. Но тем не менее, специализироваться в течение долгого времени на расширение грудной клетки имеет смысл именно молодым людям, у которых кости все еще растут в длину. Если вам еще нет 20 лет, то это просто идеальное время для работы над шириной костяка. В возрасте от 20 до 25 лет все еще можно уделить внимание этому вопросу, а вот в дальнейшем эффективность такого тренинга будет значительно ниже. Одним из наиболее эффективных упражнений для расширения грудной клетки являются дыхательные приседания. Они выполняются с небольшим весом в 20-30 повторениях со специальной техникой дыхания. Существует много вариантов таких приседаний, которые по сути являются модификацией одной и той же техники. Как и в классических приседаниях, мы опускаемся вниз на вдохе, встаем на выдохе, а между повторениями, стоя со штангой на плечах, делаем глубокий вдох и силой выдыхаем. Так мы делаем 5 повторений. В последующих 5 повторениях мы делаем то же самое, но между повторениями вдыхаем и выдыхаем уже по 2 раза. Следующую пятерку 3, затем 4, потом 5 и в конце 6. После того, как мы заканчиваем подход на приседания, существенным плюсом будет добавить пуловер. Его можно выполнять как на тренажере, так и с гантелью. Суть будет одна и та же. Заключается она в отведении прямых рук, немного согнутых в локтях, в направлении головы, до ощущения растяжения грудных мышц и мышц спины. После чего снаряд возвращается в исходное положение. Ключевым моментом при выполнении этого упражнения является правильное дыхание. На отведении снаряда делаем вдох, а на возвращении в исходную позицию выдох. Отдыхать между приседаниями и пуловером не стоит, а вот отдых между суперсетами мы берем до восстановления дыхания и ощущения готовности к следующему подходу. Это примерно 1 минута. Предварительное утомление. Предварительное утомление это такой способ акцентирования нагрузки на грудных мышцах в ситуации, когда при выполнении упражнения на грудные мышцы, вспомогательные мышечные группы достигают позитивного мышечного отказа раньше груди. Например, человек выполняет жим лежа, сделал 6 повторений, грудь еще способна выполнить 1-2 повторения, а трицепс уже устал. Соответственно, в таких условиях грудь недорабатывает. Но если такой человек предварительно утомит ее изолирующим упражнением, то грудь уже будет уставшей, и тогда он сможет достигать позитивного мышечного отказа груди раньше, чем во вспомогательных мышцах. Кроме того, этот метод позволяет хорошо размять мышцы, наполнив их кровью, а мозг настроить именно на работу грудных мышц. Перед тем, как перейти к следующему пункту, информация для тех, кто интересуется актуальной темой заработка при помощи облачного майнинга. Для этого есть очень популярный сервис облачного майнинга Bitcoin от международной брокерской компании Creditrade. Вы можете получить 1000 гигахеш вычислительных мощностей в подарок, зарегистрировавшись по ссылке в описании. Каждая 1000 гигахеш приносит на сегодняшний день пассивную прибыль в размере 2,5 долларов в день. Вы можете получить эту мощность абсолютно бесплатно. Мгновенный вывод прибыли в долларах и биткоинах. А докупить дополнительные мощности для майнинга можно с помощью любых платежных систем всего в пару кликов. Облачный майнинг Bitcoin от Creditrade. Ссылка в описании. Супинация и пронация. Супинация и пронация – это методы усложнения нагрузки в изолированных упражнениях. Но их основное преимущество не просто в том, что они позволяют сильнее нагрузить мышцу, а в том, что позволяют акцентировать нагрузку на нужные сегменты грудных. Супинация – это разворот кисти по часовой стрелке, а пронация – против часовой стрелки. Например, мы выполняем разведение гантелей. Когда мы поднимаем их вверх, то пронируем кисть, разворачивая ее от себя, то есть как бы пытаясь свести большие пальцы рук. Таким образом, мы дополнительно нагружаем верхний сегмент грудных мышц. Во время супинации мы, наоборот, стараемся свести мизинцы, то есть в нижней части амплитуды грифы гантелей параллельны, а в верхней – ладони направлены в сторону лица. При такой форме выполнения упражнения дополнительную нагрузку получит нижний сегмент грудных мышц. Также очень важно осуществлять разворот кисти за счет разворота плеча, а не локтевого сустава. Дыхание. Очень важно соблюдать правильное дыхание при выполнении упражнений на грудные мышцы, потому что при вдохе грудная клетка расширяется, наполняя легкие кислородом, тем самым грудные мышцы растягиваются. Во время выдоха грудная клетка уменьшается в объеме, за счет чего происходит дополнительное сокращение грудных мышц. Дышать нужно таким образом. Вдыхаем, когда опускаемся, а выдыхаем, когда поднимаемся, то есть в момент усилия. Одна из распространенных ошибок – это задержка дыхания. Именно она может привести к большому количеству неприятных последствий. Многие перестают дышать, например, во время отжиманий, им кажется, что так будет легче переносить нагрузку. Но нехватка кислорода в крови может привести к слабости и даже потере сознания. Также увеличивается давление в головном мозге, что является негативным фактором. Происходит все это из-за того, что во время вдоха нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, а вместе с физической нагрузкой она довольно большая. В момент, когда мы выдыхаем, давление падает, тем самым нагрузка на сердце уменьшается. Упражнение на внутреннюю и внешнюю часть груди. Исходя из правил элементарной биомеханики, известно, что накачать отдельную часть конкретной мышцы можно только в том случае, если эта часть выполняет отдельную двигательную функцию, например, пучки дельтовидных мышц. Но отдельно прокачать внешнюю и внутреннюю часть грудных мышц невозможно, потому что нагрузка будет одинаковой на всей горизонтальной плоскости грудных мышц. Таким образом, отдельная прокачка внутренней и внешней областей является не более чем мифом и распространенным заблуждением. Особенности тренировки мышц груди. Работа мышц груди тесно сопряжена с работой трицепсов. И об этом важно помнить, когда вы составляете свою тренировочную программу. Распределив эти мышечные группы по разным дням, вы получаете преимущество, которое заключается в том, что в день работы трицепсов грудь тоже будет работать, но в гораздо меньшей степени. То же самое касается трицепсов. Такой вариант тренировочного плана, во-первых, будет препятствовать адаптации мышц к нагрузке, потому что она будет колебаться от легкой к тяжелой. Во-вторых, мы получим суперкомпенсацию, то есть более высокий показатель по сравнению с исходным уровнем в послетренировочный период для второстепенной мышцы. И это положительно скажется на мышечном росте. Растяжка. Немаловажное значение для лучшего восстановления, роста силового потенциала мышцы и даже влияние на ее объем имеет растяжка. Подробно влияние растяжки на мышцы мы рассматривали в видео, которое есть на канале. Оно называется «Растяжка. 5 причин начать». Очень рекомендую ознакомиться, если вы его не видели. Ссылку на него я оставлю в описании. И в заключение, друзья, хочу сказать о том, что сейчас вы сделали один очень важный шаг. Вы получили необходимые знания, получили полезные знания, которые способны улучшить качество ваших тренировок и физическую форму. Но все это будет абсолютно бессмысленно без второго важнейшего шага, а именно применение их на практике. Кроме того, друзья, призываю вас поделиться своими мыслями по этому поводу. Возможно, вам есть что добавить. Буду рад увидеть это. Во-вторых, возможно, у вас были какие-то ошибки в ваших тренировках. На вашем тренировочном пути, там, где вы просто ушли на дно. Вы просто стояли в плато и не могли сдвинуться с места. Поделитесь этим. Возможно, вы поможете таким образом другим людям не совершать этих ошибок. Мне будет интересно узнать об этом. И, я думаю, вы окажете колоссальную помощь своим товарищам, то есть нашим другим подписчикам. Друзья, я желаю вам успехов. Получать больше удовольствия от жизни, радоваться ей и повышать качество своих тренировок и удовлетворенности с жизнью. С вами был Влад Литвиненко. Оцените это видео, если оно было полезным для вас. Поделитесь им со своим другом. Я желаю вам успехов. Занимайтесь собой и получайте удовольствие от правильных тренировок. До скорых встреч!